И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня мы находимся на спецзамечательном нашем аккаунте. Это значит, что у нас в игре появилось что-то новое, что нам нужно, конечно же, затестить, просмотреть. Ну и поделиться теми эмоциями. Всё-таки у нас сегодня начался новый челлендж, и в нём у нас уже полноценно добавили устройство на пушку, которого у нас не было до этого, и которое можно будет получить только в челлендже. Устройство на Теслу, называется экзотермическая молния. И, конечно же, мне уже её выдали. Это замечательное устройство, и вместе с вами мы сегодня его затестируем, посмотрим, как оно себя покажет, проявит в матчмейкинге. И берём, конечно же, Хорнета Теслу. Я не думаю, что стоит брать Викинга или какой-то другой корпус. Я практически все устройства на Тесле тестировал с Хорьком. Я думаю, что и этот тест не будет исключением. Берём, конечно же, бустер. Никаких кризисов. И сыграем одну, может, даже две катки, если там будут катки с досрочкой. Главная цель – рассмотреть это устройство, понять, насколько оно импактно, нагибает оно или нет. Если сравнивать его, например, с той же электропушкой. Электропушка, по крайней мере, на данный период времени, пока я ещё не затестил новое устройство, является лучшим устройством, которое можно очень грамотно и качественно реализовать. Раньше, конечно, было устройство на замедленные шарики, с которым можно было на Титане очень круто отыгрывать. Но его уже занерпили не один раз, а, наверное, даже раза три. Соответственно, сейчас, на мой скромный взгляд, мне кажется, что именно электропушка показывает себя лучше всего. Но это было до нового устройства. Сегодня, возможно, моё мнение поменяется. Что касаемо устройства, что же оно делает? Устройство, шаровая молния, короче, с этим устройством шаровая молния получает способность поджигать цели при касании. То есть, по сути, это дефолтный, наверное, поджог. Такой же, как у дыхания дракона, как у смоки с поджогом. Ну и плюс, и ещё эти шарики могут рикошетить от препятствий. Количество рикошетов. Я думаю, что примерно такое же самое, как и на устройстве минус поле, которое за кристаллы. Ну и интересно будет сейчас посмотреть, как всё это дело будет себя показывать. Будет ли оно вообще поджигать жёстко. И с этого можно ли будет получать какие-то дополнительные киллы. И за счёт этого катать, нагибать и полноценно иметь устройство, которое лучше всех других. Поэтому отправляемся в бой и будем всё это дело сейчас рассматривать. Если просто посмотреть на устройство и на его характеристики, то я бы, наверное, сказал, что оно, скорее всего, не является чем-то сверхудивительным, чем-то сверхжёстким. Но, возможно, сейчас моё мнение поменяется. Так, у меня открыт второй аккаунт. Здесь неправильно стоит управление мышью, чувствительность. Сейчас мы свою чувствительность поставим, чтобы было более комфортно. Ну и пробуем, пробуем. Катку у меня закинул, конечно, не самую шикарную для Теслочки. Сейчас попробуем где-нибудь сначала запустить шарик. Так, вот так, например, запускаем. Цвет у него, у шара вроде тоже был. А, уничтожил. Я хотел как раз-таки сразу посмотреть поджога, сколько нанесёт. Шар наносит сам поджог. Больше ничего, по сути, поджог не наносит. Так, опять ваншот, я понял. Опять ваншотик залетает. Кто у нас там на этом сам играет? А, мой кореш играет, понял. Мой лучший друг играет на Вика Молоте. Разваливает. Так, ну, сейчас мы достанём как раз, возможно-таки, работу шарика. Нет, не долетает. Ну, по сути, это, наверное, дефолтный, дефолтная Тесла, да? Только с изменяющимся шариком. И все те новые устройства, которые также будут на Теслу, они, я так понимаю, что как бы и будет тоже работать примерно в таком же самом ключе. То есть, будет повышен именно возможность вот этого вашего шара. Будет там какое-то, может, пробитие наноситься от него. Может быть, расходка от него отключаться. А так, в принципе, никаких других дополнительных изменений у нас не будет. И, ну, надо, наверное, пытаться попасть на какую-то более маленькую карту. И там уже посмотреть чуть получше. Но пока... Пока ничего такого сверх жёсткого я не увидел. Потому что ещё даже ни разу шарик не нанёс урона небольшое количество. И не показал всю свою силушку. Можно даже сейчас ДД-шку с пиццом не нажимать, чтобы посмотреть, сколько горения вообще. 150 раз, два, три, четыре. На четыре было бы, наверное, пять. Пять по 150 было бы урона. Ну, это примерно столько же урона, сколько даёт у нас молот, да? Столько же, сколько у нас даёт молот с дыханием дракона. Но это поджог, да? И нужно понимать, что в матчмейкинге очень часто это устройство контрится иммунитетом от поджога, защитой от поджога. Да? И, соответственно, оно уже не будет себя показывать с такой жёсткой прям позиции. Оно, ну, как бы будет дамажить, да? Но из-за того, что будет момент, когда вы будете попадать просто под иммунитетные танки, это всё будет контриться. И оно не будет уже показывать того результата, который оно может показывать, например, в тех катках, где у ребят нет вообще, по сути, этого замечательного резиста на корпус. Ну, наверное, резиста, я имею в виду именно устройство. Поэтому я больше уже сейчас склоняюсь к тому, что в матчмейкинге все эти поджоги, они не работают, да? Вот даже если просто взять эту катку, вы смотрите, да? Один иммунитет от поджога, два иммунитета от поджога, три иммунитета от поджога, защита от поджога. То есть, это уже три танка с иммунитетами, при том, что вы будете попадать, скорее всего, часто на них, это уже фигня, да? То есть, это уже не будет тебе показывать того результата, которое может показать устройство в целом. Соответственно, если оно не может показать того результата, то и особо большого смысла в использовании его нету. Но я так понимаю, что, как Орех говорил, эти устройства, да, новые, не только это, но и последующие будут появляться только в челленджах. Их нельзя будет полноценно выбить из контейнеров, в связи с тем, что Орех говорил, что будет именно уникальность, уникальность предметов, которые нельзя будет нигде больше получить. Соответственно, брать это устройство с челленджа или не брать, это уже на вашей совести, при том, что оно, например, с ультракантов выпасть не может. И я, например, ну вот уже сейчас понимаю, что я очень сильно подумаю изначально, надо будет еще потом посмотреть, я думаю, что сейчас еще на Википедии нет инфы по этому устройству. Но потом, когда она появится, надо будет посмотреть характеристики. Может быть, там есть еще какие-то дополнительные плюшки, помимо этого шарика и помимо рикошета, да, этого шара. Кстати, по рикошету, сейчас посмотрим, что у нас по рикошету. Да, рикошет идеально. То есть, по сути, шар не взорвется. Если просто промазать, попасть по стенке. Ну, спорное устройство, если честно. На первый взгляд, спорное. В нем есть свои плюсы. Но эти плюсы реализовать не так уж и просто. Да, то есть, если сравнивать в очередной раз с электропушкой, я бы, наверное, все-таки сказал, что электропушка покажет себя лучше. Да, и от нее будет больше смысла в ее грамотной, качественной использовании именно в боях, да. Но попробуем сейчас сыграть еще один боечек. Может быть, например, на какой-нибудь маленькой карте. Это устройство проявит себя куда лучше. Ну, и здесь надо, наверное, жить побольше, да, чтобы побольше этих шариков накид. Сейчас интересно, куда шар полетит. Ага, шар полетел вверх. И там сразу от стены тоже вверх. То есть, ну, плюс то, что можно как бы небольшие вот эти цепочки делать за счет этих устройств. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. Плюсы это тоже особо много не дает. Спорно, короче, спорно, очень спорно. Я пока не пришел к определенному мнению. Поэтому давайте мы собираем сейчас еще один боечек. Поэтому бой вообще тяжело что-то сказать, потому что меня закинуло в бой, который был уже начатый, который половину уже боя длился. Поэтому надо запикаться в нулячью и посмотреть. По урону я думаю, что тут ничего никаких вообще изменений нет. Поэтому единственное, что тут есть, это поджог на шар. И то, что шар рикошетит. По сути, есть два, две функции. Две функции сразу. Рикошетит, конечно, нормальная тема. Достойная. Ну, вот как раз меня закидывает еще одну начатую катку. Карта, конечно, тоже не максимально удачная. Но, ладно. Сыграем ее, не будем уже перепикивать. Хотелось бы мне, конечно, запикать на какую-нибудь маленькую. Но дабы мы сейчас много времени на все это дело не теряли. Сыграем этот боечек. Я вообще один раз только поджег, да, оппонента. И то это тогда было, когда я не поражал ддшку. Но вот отрикошетирует, что шары, это очень жесткая тема. То есть, если, например, был бы эффект рикошета плюс... Плюс что у нас может быть? Ну, пробитие, например, да, пробитие. И я бы играл бы... Или отключение расходки. Я бы играл бы в той же осаде. То это было бы крутое устройство. Да, вот, например, на таких картах, где ты просто запускаешь шар, и он у тебя рикошетит. Я только не знаю, сколько рикошетов у него. Но, по сути, там было, наверное, рикошеты 3-4. И он все равно летел дальше. Соответственно, работает качественно шарик. Можно даже вот сейчас проверить. Просто вот так впустить шар. Я тебе не подставился. Я хотел проверить чисто, как оно будет работать. Качественно, некачественно. То есть, сам эффект поджога меня немножко смущает. Да, то есть, если бы это было бы пробитие или отключение расходки, то это была бы крутая тема. 100%. Это была бы крутая тема. Что еще по устройствам, да? Вот из того, что у нас есть, да? Что лучше точно? Электропушка 100% лучше. Потому что, ну, если ее грамотно использовать, я знаю, как ее можно юзать. Я, в принципе, видос записывал. Там примерно все было понятно. Кто не видел, может на канале найти. Да, электропушка точно лучше. Да, еще, наверное, будет актуальней то устройство, которое с быстрыми шариками, но которое за кристаллы. Но тоже себя очень хорошо показывает. А это устройство находится примерно на том же уровне, на котором находится адреналинчик. То есть, если на адреналинчике вы получаете большее количество ТП, которое вы можете нанести по противнику, когда у вас становится меньше здоровья, то здесь вы получаете рикошет шариков плюс еще возможность поджога. То есть, возможность поджога это тоже, можно так сказать, дополнительный урон. Но если с адреналином это стабильный дополнительный урон, то здесь это немножечко другое. Но вот эту вот возможность рикошета, я уверен, что можно тоже натренировать и в дальнейшем использовать как огромнейший плюс. Да? Поэтому, если просто смотреть на двухэффектовое устройство и не думать сейчас, например, о поджоге, о том, что будет у нас в дальнейшем пробитие, отключение расходки, то те устройства будут себя в совокупности, например, рикошет плюс пробитие, рикошет плюс отключение расходки. Они будут себя показывать еще жестче, еще лучше, и вот они уже будут явно в преимуществе. Что касаемо этого устройства для матчмейкинга, оно не совсем четко и грамотно подходит. Да, потому что я сказал, что есть очень большое количество иммунитетов, есть большое количество защит от поджога, и, соответственно, это все дело контрится, и оно уже не показывает того жесткого результата, который оно может показать, если этих устройств нету. Ну и понятное дело, что шариком уничтожить тоже, вернее, даже не то, что уничтожить, а нанести урон не так уж и просто. Игроки тоже там бегают, и там надо либо сближаться в упор, либо как-то ловить крутой тайминг. Но сама вот именно идея, что одно устройство сочетает сразу две функции, это неплохо, это неплохо. Но поджог это, наверное, не самое лучшее, что и есть у нас с устройством на Tesla. Пишите, что вы думаете по этому поводу, я надеюсь, что я свою точку зрения изложил, покупать вам его или нет, выбор за вами. Я думаю, что я еще подумаю, возможно-таки даже приобрету этот челлендж для того, чтобы у меня такое устройство в гараже было, и чтобы в дальнейшем, может, там, с ним какие-то изменения произойдут в лучшую сторону, и у меня оно будет, и я смогу сразу и с ним играть. Потому что я думаю, что такое устройство можно чуть-чуть даже подбустить, подапнуть, чтобы оно показывалось еще лучше, чтобы в нем был какой-то дополнительный смысл. Ну, а вы пишите свою точку зрения по этому поводу, за оперативность. Если считаете нужным, поддержите видос лайком, потому что я думаю, что на момент выхода этого видос еще никто ничего с этим устройством не протестировал, не записал. Ну, а с вами был Мистер Ванько, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!